Добрый день, меня зовут Марченко Юрий, я трейдер, управляющий активами. Сегодня в рамках программы открытый микрофон для брокера Amarkets мы с вами посмотрим на рынок. В основном это будет валютный рынок, рынок некоторых товаров. Для тех, кто смотрит меня впервые или недавно, в своем анализе я использую не только техническую картину, но и смотрю еще фундаментальные фоны. И вот фундаментальный фон, который сейчас маячит над всем рынком, он на самом деле очень глобальный. Есть несколько вещей, на которые стоит обращать внимание. И учитывая все эти вещи, стоит сказать, что прогнозировать, с каким итогом мы подойдем к концу этого месяца, становится крайне-крайне сложно. Итак, некоторые опасности, которые нас поджидают на рынке, в том числе на валютном рынке, опасность номер один, это, так сказать, шаткость торговых переговоров между США и Китаем. Тот позитив, который выстрелил в прошлую пятницу, основанный на, так сказать, некоторых договоренностях между США и Китаем, на мой взгляд, был немножечко такой, ну, сильно уж преувеличен. Дело в том, что по факту мы с вами получили что? Мы получили некоторую договоренность этапа номер один, в котором не обговаривались вопросы передачи технологий, в котором частично, так сказать, скользом обговаривались вопросы интеллектуальной собственности. То есть, фактически мы с вами получили договоренности в первом этапе в тех вопросах, которые не являются краеугольными. Более того, самого подписания этих договоров не было, и оно состоится по предварительным данным только аж в ноябре, примерно числа 18-х, что напрямую говорит о том, что у рынка есть еще целый месяц на то, чтобы усомниться в этих договоренностях. Более того, совсем недавно Китай, так сказать, сообщил о намерениях еще раз посетить США, либо встретиться с представителями США для того, чтобы уточнить некоторые тонкие моменты в той сделке, которая была достигнута. И вполне возможно, что рынок все-таки получит порцию негатива относительно тех разговоров, которые так-либо иначе были. Итак, более того, это уже было, стоит вспомнить момент, когда вроде бы США и Китай договорились, однако потом, разъехавшись по своим странам, они друг друга обвинили и сослались просто на некачественный перевод в момент переговоров. Поэтому все очень жидко, все очень вязко, все может рухнуть. Я не говорю, что рухнет обязательно, я просто говорю, что такое вполне возможно. Опасность номер два, на которую стоит также обращать внимание, это Brexit и Борис Джонсон, который за прошлую неделю вроде бы договорился там с Ирландией относительно границ, относительно будущего. И появились некоторые перспективы на то, что Англия выйдет из ЕС со сделкой, потому что вроде бы как решился очень важный вопрос. Но в действительности министр иностранных дел Ирландии сказал, что да, у нас прогресс есть, но это еще далеко для окончательного решения. И более того, так сказать, ЕС, представители ЕС подсказали нам о том, что да, договоренности есть, но этого недостаточно для того, чтобы оформить сделку. В тот же самый момент вчера королева Англии сообщила о том, что Борис Джонсон имеет, так сказать, полной решимости выйти из состава ЕС 31 октября. И что мы с вами получаем? Если все-таки Борис Джонсон возьмет на себя смелость и выйдет из состава ЕС, то по состоянию на сейчас никаких договоренностей нет. И тот рост фунта на самом деле под большой-большой угрозой. Дальше. Стоит обратить внимание, что с сегодняшнего дня начинают скупать короткие долговые бумаги в Федеральную зерновую систему США. Это своего рода программа количественного смягчения. Правда, это не программа количественного смягчения, как заявил нам председатель ФРС. Но, тем не менее, факт есть. Баланс ФРС раздувается, деньги в системе появляются. Тоже обратим на это внимание. И сегодня полноценно стартует сезон отчетности США, который так либо иначе придаст волатильности S&P 500. Ну и тем более, что особых каких-то там позитивных моментов в экономике США, вернее, в компаниях по итогу третьего квартала, во всяком случае, не ожидается. Ну и давайте теперь всю эту фундаментальную составляющую перенесем на графики, посмотрим, какие же идеи можно попробовать отторговать в рамках этой недели. Ну и понятное дело, что прогнозировать, ребят, крайне-крайне сложно. Поэтому давайте так. Я говорю то, что по состоянию на сейчас актуально. Может ли оно измениться? Да, может измениться. Рынок стал очень новостным. Он реагирует на новости. Причем в какие-то моменты на важные, как мне кажется, новости он практически не реагирует. На новости, которые стоят острым углом, но фактически не имеет какой-то сильной стоимости, фундаментальной стоимости, рынок на это реагирует чересчур позитивно, либо чересчур негативно. Поэтому, да, делайте поправки на то, что может измениться. Будьте более гибче в этой торговле. Ну, начнем с европейской валюты. Как-то две недели назад в подобном брифинге мы с вами говорили о том, что возникает момент, когда европейская валюта может развернуться. После этого она сделала, в свою очередь, вот такой вот шкивок, так сказать, вниз, который, в принципе, мною не ожидался, но мы допускали, что такое возможно. И все-таки рост двигается, двигается к тем целям, которые были обозначены достаточно давно. На чем это было основано? Да, все на том, что, в принципе, Европейский Центральный Банк не имеет больше козырей в своем рукаве. Он уже заявил о том, что понизил, он в тот момент понизил свою процентную ставку. Более того, оберил о старте количественного программы количественного течения объемом в 20 миллиардов евро. Ну и, в общем-таки, это все. Это все, что они могли сделать. После этого ФРС начал доставать из своих рукавов свои козыри. Речь идет о той самой программе количественного смягчения. И, смотрите, с сегодняшнего дня, с 15 октября, запускается эта программа, не куе, объемом 60 миллиардов долларов США. Ну и поставьте, пожалуйста, на весы. ФРС печатает 60 миллиардов долларов, ЕЦБ печатает 20 миллиардов. Какая из этих валют дешевеет быстрее? Понятное дело, что за долларом США. Дело, соответственно, вот это движение вверх по евро-доллару может быть значительно весомым. Ну и я вам покажу несколько графиков. Это баланс Федеральной резервной системы США. Обращаю ваше внимание, что с начала сентября этого года баланс очень сильно подрос. На 190 миллиардов долларов США он подрос. Здесь в основном происходит что? Реализация сделок РЭПО, которая была инициирована под конец сентября. Федеральная резервная система США и отчасти, печатая деньги сейчас, они закрывают ту самую брешь с ликвидностью, которая проявила себя в конце сентября. Поэтому в конце октября же мы с вами можем столкнуться вновь с нехваткой ликвидности. И однозначно регулятор будет смягчать свою монетарную политику. Более того, по состоянию на сейчас 74% участников рынка, кто торгует с фичцами на процентную ставку, считает, что ФРС понизит процентную ставку на следующем заседании 30 октября. И действительно, скорее всего, это произойдет. И это еще один пинок на ослабление доллара США. Получается, мы с вами можем говорить о какой-то более-менее среднесрочной растущей тенденции на евро-долларе. И, соответственно, запрыгивать вниз на коррекциях. 1.09.90, 1.09.40, это то место, куда эта коррекция может состояться. Где имеет смысл, в принципе, набирать какие-то длинные позиции с целью 1.10.70 и на перспективу 1.11.70. И то, и то, в принципе, возможно в рамках 1-2 недель. Надо еще понимать, что ситуация безусловно может поменяться. Но я очень сильно сомневаюсь, что Джером Пауэлл пойдет на ужесточение монетарной политики. Ликвидности нет. Проблемы с ликвидностью в США, поэтому они должны печатать деньги. И вот эти вот 60 миллиардов долларов в месяц, по большому счету, это не те деньги, которые бы разогнали их фондовый рынок. Это просто деньги, которые зальют тот пожар в результате отсутствия ликвидности на межбанке. Итого, о продажах пока не говорим. Даже если провалимся под 1.09.40, если пойдем обновлять минимумы, то однозначно это должно произойти на каком-то сильном фундаментальном фоне. Без этого фактически никак. Угроза, о которой мы тоже сегодня с вами говорили, это Brexit. И тут у нас уже буквально остается 2 недели и 2 дня, когда уже все будет понятно. И однозначно надо говорить о том, что Brexit, я не знаю, состоится он или состоится, на самом деле это гадать, но со среды, то есть фактически с завтрашнего дня, начнутся вновь обсуждения по сделке Brexit. Каковы они будут? Пойдет ли ЕС на уступки? Если да, то мы с вами получим какой-то позитив для фунта. Если еще раз на горизонте замаячит лучик свет относительно того, что Англия может покинуть ЕС с сделкой, то мы с вами увидим обновление 1.2705 и тогда с откатом можно подбирать. И это будет серьезная фундаментальная стоимость. Если же мы получим с вами негатив, что типа да блин вы нет, сделки с Brexit не будет, мы с вами получим определенный негатив. И возможное обновление 1.2360 тогда будет говорить о том, что мы идем с вами в даунтренде. То есть однозначно надо будет шортить. То есть фактически сейчас говорить о каких-то целенаправленных движениях не приходится. Более того, обращаю ваше внимание на стоимость долговых бумаг. Здесь они отмечены синим цветом. Это график доходности долговых бумаг, они здесь синие, как я раньше сказал. И график фунт-доллар, он здесь красный. И это тоже очень важно, потому что, так сказать, если мы говорим с вами о фундаментале, о фундаментальной составляющей, то валюта, фундаментальная составляющая валюта, в принципе, является ее, так сказать, стоимость, либо долг, государственный долг. Здесь речь идет о двухлетних государственных бумагах. То есть концепция очень простая. Если деньги, так сказать, перетекают в рынок долга, то есть если инвесторы скупают долговые бумаги какой-то конкретной страны, то они это делают за валюту этой страны. Если проявляется спрос на долговые бумаги, значит проявляется спрос на валюту. Соответственно, если долговые бумаги скупают, то доходность по этим бумагам падает. И мы сами видим соответствующую корреляцию. Другими словами, если растет рынок долга, если растут проценты по долговым бумагам, то это должно подтягивать под собой фундаментальную стоимость самой валюты. И здесь фунт иногда отыгрывает, так сказать, долговые бумаги иногда отыгрывают наперед. Ну, например, да, за несколько дней до вот этих вот позитивных событий 10 октября мы сами видели, как государственный долг, как, так сказать, доходность долговых бумаг начинает расти. Ну, то есть фактически за пару дней. Это говорит о том, что участники рынка покидают долговые бумаги и, соответственно, доходность по ним растет. И тот импульс фактически не заставил себя ждать. Сейчас мы видим с вами ситуацию, что ни одно, ни другое не двигается. То есть инвестор своего рода действительно, так сказать, в замешательстве. И гадать, куда мы там пойдем, ну, честно говоря, особого смысла я не вижу. Давайте так, получим позитив, пойдем по сценарию аптренда. Получим негатив, пойдем по сценарию даунтрендов. Будем, конечно, следить за долговыми бумагами, но я думаю, что до следующей встречи, которая состоится через неделю до нашей с вами, уже будет какое-то плюс-минус решение. Хотя, чем черт не шутит. С канадским долларом примерно точно такая же ситуация. Инструмент завалился вниз. Если мы посмотрим также на долговые бумаги. Здесь у нас синим отмечены двухлетние долговые бумаги по канаде. И красным отмечен не доллар к канадскому доллару, а канадский доллар к доллару. То есть котировка развернута. Чтобы мы сами более-менее могли видеть нормальную корреляцию. Что у нас здесь? Долговые бумаги примерно торгуются, имеют доходность 1.65. При том, что процентная ставка Банка Канады 1.75. То есть как бы рынок ожидает чуть-чуть пониже процентную ставку. Но мы сами видим, что за последние 2-3 дня участники рынка считают, что все нормально. Этот инструмент должен расти. И соответственно мы сами видим укрепление. Укрепление канадского доллара и ослабление пары доллар-канадский доллар. Соответственно мы сами можем говорить о том, что все нормально. Так сказать с экономикой Канады на удивление все нормально. Я вот все жду, когда же они пойдут на смягчение монетарной политики. Я имею ввиду Банк Канады. Но они этого не делают. Значит плюс минус все нормально. Соответственно мы сами можем говорить о каких-то моментах на продажу. Но делать это намного выгоднее там, повыше. 1.3270, 1.3350 это зона для продаж. Где можно пробовать рассчитывать на продажи. Ну и цели такие плюс минус консервативные. Потому что времена нынче неспокойны. Мало ли что там у нас может произойти с долларом США на самом деле. По японской иене. Значит мы говорили в прошлой неделе о том, что можно рассматривать продажи от сопротивления. И этот факт не состоялся. Но мы с вами не знали о том, что между США и Китаем будут какие-то хорошие договоренности. Ну как не знали? Мы могли предполагать. Но я этого не предполагал. Я вот честно признаю, что я рассчитывал, что не будет ничего позитивного между США и Китаем. Но можно сказать, что там ничего и не было позитивного между США и Китаем. Просто надо учитывать, как это раздувает. Для тех, кто следит за фундаментальным фоном, для тех, кто сидит за какими-то новостями, информационными потоками. Должны, наверное, заметить, что позитив о том, что есть договоренность между США и Китаем, идет только со стороны США, между прочим. То есть, другими словами, СМИ от Китая не придают никакого значения тем договоренностям, которые были на конце прошлой недели. То есть, фактически, рынок видит ситуацию однобоку, с одной стороны. Ну, а мы сами знаем, что американцы, в принципе, способны манипулировать рынком. И почему бы и нет сейчас, так сказать, орелом успешности эту торговую сделку обозначить. Для чего? Для того, чтобы не уронить свой фондовый рынок, для того, чтобы поддержать Трампа в предыдущих выборах 2020. Но по факту, мы с вами увидели обновление Хая. Мы с вами, получается, наша идея недельной давности не реализовалась. Сегодня все-таки ждем. Сегодня ждем, потому что у нас есть сопротивление, у нас есть поддержка. Я, помимо прочего, смотрю еще объемы. Ну, конечно, объемы я смотрю на фьючерсах. Но если даже здесь посмотреть тиковые объемы, то можно обнаружить, что накопление здесь имеется. Имеется два таких диапазона, пробив которые мы с вами получим ту любую тенденцию. То есть, другими словами, 108.60 пробиваем, значит, мы с вами идем по аптренду сценарию. Пробиваем 107.75, значит, идем по сценарию даунтренда. Что из них круче? Но на самом деле японская иена является активным убежищем. И почему график доллар-японская иена пошел вверх? При том, что доллар слабел по основным другим валютам. Да просто потому, что дешевела японская иена. Японская иена дешевела быстрее, чем доллар США. А почему это происходит? Да потому, что из японской иены бегут инвесторы, как из-за активы убежища. Ну, вроде бы ясность там, значит, появилась между США и Китаем. Если ситуация окажется таким образом, что никакой там ясности нет. И что страны пойдут на попятна. Это негатив для последующих, так сказать, торговых операций. И мы сами увидим сценарий с нисходящей тенденцией. И это тот сценарий, на который я рассчитываю отыграть в большей степени. Поэтому я, так сказать, больше за снижение. Но, конечно, все может быть, поэтому без фанатизма. С Австралией по большому счету мы говорили о том, что движение вниз должно состояться. Но мы подросли и подросли тоже на сделки США-Китая. Австралия хорошо реагирует на китайские индексы. Ну и не сказать, что мы там прям обновили какие-то хайи и пошли там вверх организовывать аптренд. Поэтому давайте так. Пусть эта идея остается. И мы получим с вами перехай. И мы получим с вами идею покупать. Вот 68-10 может быть даже. Только лишь в том случае, если все-таки появится ясность. И вот в этой угрозе США-Китай. И эта ясность будет носить позитивный характер. С доллар-франком тоже не все понятно. Как актив-убежище он работает плохо. Потому что в отличие от доллар-японской иены он не рост в этот момент. А всего лишь консолидировался в одном боковике. И это по большому счету заставляет обращать внимание. Я смотрю на фьючерсы. Еще раз повторюсь. Да и по фьючерсам биржи Сиеми. Вот здесь сосредоточен максимальный объем. Поэтому, скажем так, куда мы стрельнем, туда и будем торговать. Можно ли торговать во флете? Да, можно. Но учитывайте, что какая-то небольшая новость может спровоцировать большое достаточное движение. Поэтому однозначно оставим стопы. И если их сносит, то пусть лучше нас снесет ложным пробоем. Чем мы стопы не поставим. Нас не снесет и мы пойдем против нас. Какой из сценариев лучше? Ну, честно говоря, мне больше нравится сценарий с продажами. Пробой 098-098. Ну, это, во-первых, а, сценарий разворота. Того уровня, который здесь как бы вот так можно нарисовать, что не очень круто. То есть, вверх как бы более вероятнее. Ну, и б, все-таки, здесь франк не так хорошо отыгрывает, как валюта убежища. Золото подешевело. В принципе, то, что и ждали, то и реализовалось. От сопротивления мы, своего рода, отскочили. Но, внимание мое привлекает активность, которая происходила вчера. Здесь на фьючерсах было видно, как после этого падения много рыночных ордеров инструмент защитило. Более того, это произошло на важном. С точки зрения объемов в диапазоне. Это 1480-1460. Он важен тем, что здесь вливались интересные деньги. Здесь было много дельтаположительной. Здесь много откупали рыночными ордерами. Поэтому, можно говорить, что активность здесь какая-то есть. И вот мы с вами получаем опять флетис. 1520 хай и 1640 лой. Значит, будем говорить о том, что если состоится пробой 1520 на негативных новостях США и Китай, то это будет круто. И мы будем рассматривать это как основной сценарий. Соответственно, для тех, кто любит порисковать и хочет порисковать, может быть и можно на отбой фланги попробовать поработать. Хотя бы в расчете на вот такие вот флетовые тенденции. Давайте посмотрим серебро. Оно, в принципе, очень похоже с золотом. Что нормально. У нас здесь 18.10 сопротивления, на самом деле. И мы сейчас находимся как раз-таки у зоны сопротивления. Пробой может состояться. Тоже должны быть негативные новости. Хотя здесь, конечно, серебро в меньшей степени все это дело подвержено. Но идеи такие же. То есть, как бы аптренд у нас в приоритете. Но для покупок я бы рассматривал только факт пробоя 18.10 либо какого-то отката вниз. И при наличии каких-нибудь интересных паттернов. Потому что, ну, мало ли, мы просто можем на самом деле завалиться. Натуральный газ сегодня смотрим. Поэтому он тоже интересен. Он в плане объемов, в принципе, находится как бы в нисходящей тенденции. Поэтому, по большому счету, продавать это правильный сценарий. И интересные объемы находятся здесь. Это 2.45, 2.35. Причем здесь в тиковых объемах этого такого интересного взмущения нет. Оно хорошо различимо в реальных биржевых объемах, которые здесь не отображаются. Но факт остаётся фактом. Давайте так. Пока не прошли 2.45, про уверенные восходящие тенденции не говорим. С другой стороны, обращаю вас внимание на интересную активность, которая происходила за последние 3 дня. Она здесь была очень крутая. Она здесь была с вот такими вот интересными свечками. Это происходило и 11-го числа. Это происходило и 14-го числа. Если разбить эту свечку, так сказать, на кластера и посмотреть, то тоже видно, как была активность в Market Buy. Очень схожая активность на золоте, на самом деле. Поэтому можно говорить о том, что здесь инструмент, так сказать, кому-то интересен. Поэтому откат вниз можно рассматривать какие-то лонги хотя бы в рамках этого боковика. Ну, а о уверенной тенденции пока говорить не приходится. Нефть марки WTI отбилась вроде бы как от сопротивления. То, чего ждали вчера. Но здесь не сказать, что прям доехали до сопротивления и провалились. Здесь стоит отметить что? То, что нефть, в принципе, при договоренностях между США и Китаем, при положительных договоренностях между США и Китаем, должна, так сказать, двигаться вверх. Потому что то, что все плохо в Китае, это плохо, на самом деле, для нефти. Здесь мы видим, что на самом деле, ну вот, какие-то, насколько я помню, на скидку где-то в середине июня были какие-то позитивные новости. Что там у них все классно, все классно, все круто, да. И по факту мы увидели там прирост нефтяных котировок порядка, что, наверное, на 10% за несколько дней. Этого не произошло за последнюю неделю. Что говорит о том, что рынок нефти, как минимум, ну, не воспринял всерьез все те договоренности, которые присутствовали. Соответственно, да, о серьезном аптренде пока не говорим. Можно ли шортить это сопротивление? В принципе, да. Почему нет? Но, правда, до этого надо еще доехать. Пойдем ли обновлять минимумы? Безусловно, сможем увидеть обновление минимумов. Но здесь я противник каких-то серьезных шортов. Почему? Потому что мы с вами находимся на относительно большом таком, ну, на относительно историческом минимуме, да, назовем это так. Ниже мы были там в декабре 2018 года. И надо сказать, что вот в этом диапазоне мы с вами получали на новостном фоне словесные и не только словесные интервенции со стороны ОПЕК, ОПЕК+, и даже США. То есть, в принципе, ни одной из стране-производителей не выгоден дешевая нефть. Поэтому, чем ниже она будет спускаться, тем больше вероятность получения каких-то событий, новостей, способных двигать нефтяные котировки вверх. Кто торгует хотя бы год, да, тот, наверное, помнит, как твиты Трампа провоцировали движение в нефтяных котировках. Сейчас на Трампа нефть уже не реагирует. Слава богу. А СМП 500? Все, ты доехал до сопротивления, о котором мы говорили, 2980-3025. Можно ли шортить? Знаете, я больше сторонник того, что да, шортить можно. Но делать это однозначно мелким объемом, да, потому что продавать индекс действительно вещь такая опасная. Но продавать имеет смысл по некоторым причинам, да, то есть падение возможно, если действительно, то те договоренности, которые были с США и Китаем, на самом деле, это не то чтобы фейк, да, но какая-то неточность, неясность, неадекватность, если так можно сказать. Во-вторых, программа количественного смягчения, которую объявил Федрезерв сейчас, да, 60 миллиардов долларов, в принципе этого не даст в месяц. Этого недостаточно для того, чтобы СМП 500 обновлял ХАИ, во всяком случае делал это уверенно. Но если ФРС пойдет, да, на, так сказать, на увеличение этой программы, то да, однозначно мы пойдем обновлять ХАИ и пойдем там вверх. Поэтому, если шортить, то шортить с осторожностью, предполагая, что ситуация может измениться и, возможно, придется выходить. Ну и к тому же не стоит забывать, да, и во всяком случае не то, чтобы забывать, да, но исключать вероятность такого шейкаута, да, то есть выноса вверх, типа на каких-нибудь позитивных новостях. Ну, почему бы и нет, да, развороты, в принципе, ни для кого не секрет, очень часто бывают с какими-нибудь выносами. Поэтому, если мы получим новость, которая появится и которая будет являться триггером для взлета СМП 500, надо попробовать максимально грамотно оценить, насколько эта новость фундаментальна. То есть меняет она в действительности что-либо или нет. Например, там, ну не знаю, ну очень сложно сказать, потому что это все равно что прогнозировать. Мы не знаем, что такое может спровоцировать, но в целом надо понимать, что это возможно. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за внимание. Встречаемся, я думаю, через неделю, посмотрим, что изменилось и с фундаментальным фон, и с технической картиной. Всем на неделе заработать, это мое пожелание. Нет, нет, это задача от меня для вас, всем на неделе заработать, чтобы поделиться хорошими новостями, возможно, в комментариях под этим видео. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok